Когда меня обедривает, там выключить свет. И что ты говоришь, многое уходит мимо. Мы поедем, считай. Я вот что сегодня только утром видел, у вас здесь пришел. И как-то это все перед глазами. Я говорю за основу слова Серахова, 19.1. Кто-нибудь во что ставит? Малое? Малое. Мало-помалу, то есть незаметно придет в упадок, обедеет. Читать писание надо. Читать и размышлять. Вот это, что я сказал сейчас. Один стих. Выполните. Ничего не получится. Вытри голову. Тут одно движение рукой, платочком и все. Покажи платочек у него, где есть все. Понятно мне. Сегодня хорошо заливают банки. Я подошел сразу в пять. Стоят они в ряд. И 13 рядов. Вот это 65 банок. По 5 литров. Примерно так. И у них пробки. Пробки открученные. Она наливает. И пробки валяются уже в грязи, потому что рвется все и на них топчется на этих пробках. И говорит не о чем даже. Не о чем. Это человек, который так поступает. Он бедный. У него еще нет. Все время протянутая рука будет. У нас баночка стоит. Милостеря спасает от смерти. Церковь. И туда кладут. И все время Надя Дмуха. Она самится по девичеству. Она побуждает к этому, чтобы клады одной семье помогать надо. Там непорядок такой. Ну непорядок какой. Нет экономии. Ну и обстоятельства так складываются, что подтверждается эта экономия. И нет. Все время нужда. Я знаю, это нужда мне. Каждый год остается у меня мешок муки, мешок дверной шевели, рожек, масло, соли, что есть. Все стараются дать. Я знаю, что, во-первых, это не мое. Мне дали. А во-вторых, это развращает людей неблагодарных. А неблагодарные неблагодарные. Это по делу показывается. Неблагодарность. Она закрывает двери. В карман. В карман пошел, Даша растарел. У меня очень близкие знакомые, Надежда Васильевна, жена, звонит. Я говорю, зачем ты себя звонишь туда? Да еще побода какая. А то человек прощается. Ну ладно, с Богом. И опять Даша продолжает говорить. Опять с Богом. Ну с Богом что деньги ссорите? Зачем ты это делаешь? Ну это не мои деньги. Это мне сестра Стигра прислала. Тем более. Ты что делаешь-то? Тебе придется отвечать за обман людей. Затрату чужих денег. Мы рядом уже полвека. 50 лет. Я не на один шаг его буду научить. Почему? Ожесточение сердца. Я не сужу. Я просто... А вот вы судите там. Что тут судить, когда человек себя осудил сам? Тут судить нечего. Тут маленький рассказик такой. Узнали, что они живут уже вместе. 60 лет. Ну какого-то, какого-то там? Там горпа диктовщит. Ну и спрашивайте, дядя Никита, вот как вы свои? А в Доке-то где такие, значит? Прожили-то? У вас другая жена была? Он говорит, нет. И все время с одной. Да может быть это на сторону ходили там. Да никогда у нас это не принято совсем. А почему? Знаете, дети мои, Мы жили в то время, когда неисправный инструмент, там, кирогаз, там, тазик, его впаяли. Мы его не выбрасывали. А у вас что-то сегодня не ладно, вы выбрасываете на помойку, Холодильник выбросили, пошел купил новый. Вот так и с женами обращаетесь, с мужьями. Мудрость. Чинить надо уметь. Она не такая, а ты чинить. Исправляем. Вот у нас в лагере дети. Дети-то разные. Здесь такая она. Везде грешно. Там она пальчиками, там, чуть-чуть. Это... Раньше была из палатки лазить. На палец плюнет, руку высунет. А плюнешь ли там, быстрее отзывает. А понятно, откуда ветер дует. На сухое незаметно, а тут более реагирует. Вот так. Это чрезвычайно. Но приехала у нас не на Жовнерово, не на Александрово. Женщина верующая. Муж больной. Ухаживает. И все, ладно там, со своими. Не верующие. И она приехала тут, начала наводить порядок. В Кельву заходит. Там брошены носки. И там лакошек валялся. Там грязная. Она все это постирала. Хотя мелочь у нас принято стирать самим. Стол специально вот такой сделал. Да все это сделано. А у нас три стиральных машины было. И стирали там. Навешивать возле меня там пройти негде просто нет. И она все это сделала, уложила. Бабачки там, платьица. Женская келья. Вот идти в церковь. Но она не знает какой порядок. Твоя трубочка. Она вложила в трубочку твое и соседнее там где-то. Девочке она надо взять. Она подошла так, посмотрела. Цветочки там где-то. Она тебя подержала, потихоньку вытащила. И никто не знает, что там было ее. Стирная. Другая заходит. Такого же возраста все. Она поступает совсем не так. Она поступает как разбойник. Вот человек, который приходит грабить магазин. Он не будет искать потихоньку где-то. Он так это стоит. Мешок где-то у него вытряхивает на пол. А там деньги где-то прячут женщины. Пошли. Он видит, что для отказа не приезжала. Инкассатор. Деньги здесь. Но где? Он вытряхнул мешок-то. Рожки нет. Он по нему ногами кипят. Ну кто будет оттаить? Это мешок пропал. Мука. А может мука. Он муку всю вываливает на пол. Мешок. 50 килограммов. Ногами кипятнул. Нету. Он дальше ищет везде. Ищет. Его поймали когда. И он на суде только спрашивал. Все-таки скажите, где у вас деньги были? Теперь уже все равно где-то. Я все знаю. Где мужчина прячет, где женщина. При выходе или за другом месте. Один под половичком прячет. Другие под подушкой. Третий там за батареей где-то. Я все это знаю. Но тут я не мог найти. Я не мог уйти. Не взять. Я уже слышу. Уже магазин открывает. Я все еще ищу. Я уже не о деньгах забочусь, а о своем РНН. А продавщица ему и говорит. Да я и не прятал никуда. Ты видел там грязные мешки лежат? Да конечно видел. Ну в один из грязных мешков я заложил. А этот мешок заложил в другой. А этот заложил еще в один. Как Кащеева смерть. Кащеева смерть. Знаете искать? Там по дубам сундук. А вот сундук ты когда раскроешь. А там лебедь. Лебедь вылетит. Если ты убьешь его. А из него выскочит заяц. И заяц побежит. Или тогда оборот. А потом яйцо. А потом в яйце. Иголка. Так на кончике иголки моя смерть. И вот здесь такая же самая история. Не надо пашкать. Эта девочка подходит. Ей надо найти свое платье. И что она делает? Слушай внимательно. Она вверх лежит. Она не видит где ее платье. Это там зрение слабое или что-то. Она все это бросает на пол. На пол. Постиранное. Поглаженное. Белье в лагере. Она бросает. Ногами торчется по нему. Ищет свое. Ты не знаешь о ком я говорю? Нет. Ну помолись. Господь откроет о ком я говорю. А Нина подходит и говорит. Да как же так? Кто же девочка? Она должна чистоту выпить. Где-то работает. Мы работаем там. Камыш возник. Камыш возник. Камыш возник. Ясно дело заходит туда. Вот до сих пор ноги как мои сапоги. Вот такие грязные. И она весь там все ноги моет. Она не моет. Она в простыни чистые лезет этими ногами. Ты не знаешь о ком я говорю? Знаю. Знаю. Слава Богу. Прошибать начинаю. Я говорю все это об одном человеке. Я хочу, чтобы он был другой. Я не называю имени его. Кому надо, тот поймет. Так это не одно это. Не одно. Вот эти вот. Вот как сидит. Для них еще не стоит своровать. Взять лучшее. Они даже этого не понимают. Сахар. Подошел в мешок лежит. Тут же играя. Только вышел, скорее пальцем расковырял. Насыпал сахар в рот и побежал. Ты не знаешь о ком я говорю? У меня там не было. Не было. А компот точно так же разворовали. У тебя там не было. Ты знаешь о ком я говорю? Компот растаскивали. Компот сухой. Хотя даем здесь досыто. Наели? Досыто. Все досыто. Не досыто? Дополнительно дадим. Поднимай руку еще дадут тебе. И это в связи с одной семьей. И почему так? Родители разве не знают, не видят. Дальше это что будет? Я лечу их. Теперь что ты разбросала? Все вот это перестирай заново. Адекватное наказание. Прямо из этого исходит. А вы что хотели сахаром? Сахаром. Я его накладываю по полной кружке сахаром. И вот сидите за столом сейчас. Пока не съедите, ничего не получите. Ну когда он съест его? Минут пять прошло. Один поднимает руку. Я съел. Я, как говорится, офонарел. Как? Полную кружку? Да. У меня сахаром хватает где-то. Ты не знаешь о ком я говорю. Их нашлось таких допустим семеро. Всех я вычленил. Каждому по кружке сахаром. Ну а дальше будет видно. А ему-то, видит, первое флоу готовят. А там у нас была Наталья Николаевна Приходько. Она такое готовила. Шоколадное. Прямо настоящий шоколад. А все вот эти были пирожки у них. Подсолнечные семечки, зернышки. Прокрученные с медом. Ну вообще пальцы подкусаешь это. И он рвется к этим пирожкам. У меня такой опыт. Я могу на любой случай привести примеры не чужой жизни и своей. И мне все время спрашивают. Так интересно. Рядом село Корченое мне говорят. Там они только проснутся. Они говорят. Половина Корченое. Скорее на ваши ресурсы. Почему? Интересно. Это жизненно. Я говорю. А есть такой, который сказал. Что бьет старик заливает-то? Ничего не сказал. Ни один не сказал. Ну что там придумывает. А, секта там. Ну и такое. Не знаю. Это робот делает. Им зарядили деньги. Платят. Восемьдесят тысяч на деньги. И он рассылает всем. Они меня. Знают. Эти люди. Манкорд это. Им платят деньги. Они каждый день ко мне. Ну ничего нет. Володя учить ребятишек скряпает. Там вообще такая картинка. Покажи им как-нибудь. Показал. Показал. Я не на него. И там всякими словами. И допил, и прочее там. И ругательным. А ничего больше нету. Почему? Потому что то, что он делает, ни один этого не делает. И на этом фоне он никто. Несостоявшийся быть человеком. Знаете, вот. Я вам здесь попутно скажу. Вчера вам сказали. Крот зашел на огород. Сейчас и по огороду идет кучей за кучей лепит. Смотря какой. В моей жизни были несколько кротов, которых я не мог поймать. Хитрые, хитрые. Но я, если бы повнимательнее был, я бы мог сделать. Но я грубо делаю. Раскопал. Поставил. Связал. Видишь, что добыча попадает. А этот так. Принюхался. А мне надо где-то было крота сначала убить. Проварить капканы в этом кротовье. Чтобы только кротом пахло где-то. Но я ничего. Беру голыми руками. Сейчас рукавишками. Но все равно пропотелая. Он нюхает. И не идет. Тогда он впереди себя землю копает. И толкает землю. Землю толкает. Она доходит до капкана. Капкан нажимает на язычок. Она хлопнула. Теперь он старается. Полностью где я ставил капкан. Он замуровывает. Капкан едва вытаскивает. И дальше рвает. Вот сегодня я утром пошел. Вчера поставил. Такой попался крот. Зарыл. Затрамбовал. А там паханая земля. Но другое дело где-то на целике. Я его не поймал. Он рядом вырыл другую. Я теперь опять поставил. Кто кого. Кто кого. Вот такие понимаете. Однажды попался крот такой. А они серые. Одинаковые все. А вот такая полоса. Вот так здесь. Как у Горбачева. Ну я посмотрел. Особая. Может быть порода такая. И взял его и отпустил. Отпустил. А он. Чего его не надо было бежать ему скорее. То он залез в траву там. Шабуршит. А я набрал там такие. Чурки бывают. Пустотелые. А там маленько подправишь. Беречку сделаешь. Крышку. И скворечник. Скворечник любят. Круглые такие. Ну я сказал. Не везти. Надежда Васильевна дал. А она идет. Несет. А он в это время травой зашевелился. Прямо к ладошке. Она как в себя кила. И прямо на него попала. И убила его. Она и не думала его убивать. Но видимо судьба. Как говорится. Карма настигла его. Надо быть экономным. Во всем. В обуви. Во сне. В еде. И прочее. И прочее. Я вот с утра до вечера встречаюсь с Вами и вижу неэкономно. Нисколько не цените. А то у меня маленькие бывают обрезки. Какие у Никиты пилили. Вот эти. Я их в отдельную кушку. Почему весна придет. Можно сделать скворечник. Он сделал хоть одного. Не одного. Дом ему это отдал бесплатно. Ну не нуждается человек его заставить что ли. Скворечник сделал то. Нет конечно. Повторяю. У меня у отца. Здесь. Вот где он живет. Как раз тут Никита был. Небольшой тут со садом был. 123 скворечника было. Я своими руками все делал. 123. Там все было. Из коробки картонной. Из огнетушителя. Из чугуна. Из бетона. Из валенки. Из сапога. Надо знать как его оформить. Одна была скворечница. На 6 ходов. Трехэтажная. Два подъезда. Там. И все в каждом живут. Это большой пень. Половина пня. Я нарезал. Перегородил. Если ты не любишь. И никто не заставляет. Тебе не платят. Ты никогда. Никогда. Не будешь делать. Я еще никого не встретил. Ни одного человека. У которого так бы это делал. Так следующее. Вот я опять делаю. Я их на кладбище. На дороге. На кладбище идешь. Возишь у батюшки деревья. Спилили тушь. 18. И везде. Везде. На башне. У меня первая голубяка. Она со скворечником. Скворечник там. Тоже. Дуплянка справа. Экономия во всем. Ни одной доски я не испортил. Ни одного лишнего водя где-то оторву и все. Экономия. А за экономию раньше платили. Так то есть такой-то. Ой-то. На какой площади. Горющее. Столько-то. А он меньшее тратил. Ему доплачивали. Да. Экономия была государственная. Советская власть. Она умела жить. Эконома. Ну за счет жертв каких-то. Я вот с вами здесь общаюсь. И вижу. Картошку как чистите. Солдаты как чистят. Он ее положил. В целом с ними больше. Стукнул. Сколько там у него. Четыре. Шесть. Шесть раз ножом. А кубик этот бросил. А в отходы ее. Самая ценная. Наружная. Которая. В Германию мне говорят. Они не чистят. Моют. С кожурой. Там много кальция. Самый ползительный верхний слой. И он. Володя знает. Мы мелочь моем. И мы никогда не чистим ее. На сковороду. На это. На противень маленько посушили. Когда посушить как. Чтобы она была. Экономия. И мы за всю зиму. Ну не знаю. Может там рыбу маленько было. Я тут участвую в этом. А так. Все у нас есть. Мы живем очень экономно. Вот у нас в деревне знали. Больше чем у нас детей ни у кого не было. Самая многодетная семья. Живые десять детей. Мать героиня. Отец без руки. Но чтобы вот так просили. Или нам помогали. Да. Никогда. Никто. И почему не помогали. Знали что мы имеем все. Это у кого-то один велосипед. В деревне. Это богатый было. У нас там три велосипеда. Почему? Мы все работали. Мама пойдет на работу и скажет. В церковь. Здесь три ветка. Картошки. Надо прополоть. А это. Пол гектара. Я пласта. Это жара. Я там не видать. Я под картошкой там уже. Под ботой. До конца. И вот я закончу. Где-то часа в четыре по местному времени. Закончу. И скорее два ведерка. И на полях. Там где вблизи вода есть. Суслика вылить. Он вылазит от воды. Задыхается его. Шиворот. Вот так. Рукой провелся. Оторвал его. На солнышке он сушится. Теперь ободрать надо его. Шкурки эти высушить. От жира освободить. За двадцать километров поехать. За госперед сдать три копейки. Три копейки. А вот они, которые надо, дадут посправку. Там мама тут и начислить ничего не будет. И мы знали, как это дорого. Этот велосипед. Это все, что у нас есть. Топор. Нож. Дерево. А у нас еще нету. В общине там. Бил я лесу. Лес 6 метров от этой длинной доски. И тут обрезка полно валяется. Взрослый человек. А там надо где-то около окна. Вот такой обрезок. Он подходит. К 6 метровой доске и режет. У меня чуть эмпакт не хватило. Так нам это как раз на пол надо 6 метров. Ну нам же тут надо. Ну вот же лежат маленькие. Ты чего же их прибил? Нет. Она готова уже лету. Он не понимает. Он глазами хлопает. Вот в таком возрасте они не заложили мне. Он не понимает. Он ни во что ставит. А что у него есть? У него ничего и нету. А как оно будет где-то? Я, может быть, в месяц один раз звоню. Но сейчас чаще. Тут связано с судом. Тут срочно. Людей встречать. По неволе мне надо договариваться. И чаще. А так нет. Почему? Она звонит с женой. И прерывающий счет звонит. Рядом подойти звонит. Я никогда. А зачем? Я пройду. Раньше газета была «Консомольская правда» 2 копейки. Но ее повысили сыну. 3 копейки я сразу отказался. 3 копейки для меня это тоже. Трамань. 3 копейки для меня это тоже. 5 остановок. 5 трамвальных остановок я хожу пешком. В храм. Везде. 5. Если 6, то сажусь. То есть везде у меня была норма. Покуда идти? Одна дорога идет через железную дорогу. Другая идет за трамвайные пути. Я иду и шагами считаю. Левые навыки сколько? Засчитал тут 3600. А в другом месте 3200. Никто не знает где эти. Я точно знаю по куда эти. Я сапоги берегу. Понятно? Точно так же. Там как-то журнал такой был. Что-то там детский такой. Про природу. У меня 12 они натуралист что ли называлось. И вот 12 они толстые получается. Я переплетчик, реставратор. Я 12 журналов переплетаю. Это том настоящее. И в лагере у меня таких томов было. Другие им дарил. Володю Стенову там пущу. Из разных журналов. И такие. Ну вырывают и по листику. Допустим вокруг света очень полезно было. Другой переплет из газет. Могу показать даже. Это не просто так. 750 килограмм только вес. Около 3000 томов переплет. А за это платят. Это кому-то старые книги. А если не нужно это мои. А у меня языч могу подарить. Не продаю. Которые мои изданные за деньги. Те да. То есть экономно жить научила меня жизнь. Сейчас какой-то есть фильм такой. Не краги кажется называется. Не краги, а не краги. Она где-то на севере живет. Там Ненецкий округ или какой-то. И она себе пишет. Женщина. Узкоглазая такая. Маленького роста. И она занимается детьми. Строит храм. И она такую идею у нас развивалась. Что ее представят на соискании Владимирской премии. Это вообразить нельзя. Она пишет характеристику. У нас в семье было там пятеро или северо ребятишек. И я была самая нелюбимая. Нелюбимая. Мы с мамой идем потуды. Мама другим рассказывает. Вот это вот можно рвать. Вот это ядовитое нету. А я в крае муха. Она не война вообще. Я упаду. Она никогда от меня не упадет. И это помогло мне стать такой, как есть. Я ни на кого уже не надеялась. Я работал над собой. А эти изнешенных никого нету. Это знаете, есть жерех. Ее там гнобили. Ее давили. Которые. Все прибыльные. Она только просветать начала. Почему? Она выросла в слабодрии. Любительница. Истины. Бесстрашия. Боязнь Бога. Все в ней выразилось. Я не знаю, как это ее фамилия. Это там такое. Которая написала писательница. Вот. Это я вам рассказываю для того, чтобы вот так не зарезанная, как морковка, не было. Это крошки. У грузинка крошки последние со столами. Стоп. Хороший. Собирает старший. Это его честь. А то уронил кусочек. Подними, поцелуй и съешь. Понимаете, как в разном народе вот эти вот обычаи. Вот у нас в лагере ничего нельзя было расставлять. Мы зализуем. Показываем чашку. За десять лет ни одной ложки не пропало. Экономия. А вам не съесть где-то поставить. Потом дождаться обеда и ему ничего больше не давать. Съесть за вечером. Я очень быстро приучу. Я учу жить вас экономно. А вот когда бесплатно, да давид, это развращает человека. Почему нам никто не помогал? Я думаю, потому что видели. Отец мой, он мог блести себе. Все знают. Он хотят, он придет. Байбадит эта палка, которая ударит. Ну, с Богом. И уже никто не знает, а он осенью скажет. Я сказал Богу, за оброк дал. Если все сохранится, волки не задерут, никто не украдет. Тут беспризорная бабушка, я им полбарана. Тогда на кусочки и носить. И мы это делали, мы это видели. И все знали, что отец достоинства знает свое. Это Александр Квардовский пишет. Как ссылку ссылали. А человек едва и два поднялся из бедности. У него впервые появилась лобогрейка. Дети подрастают. И вдруг раскулачивание. Кулаки, которые крепкие жили, то они были на собой. А он от этих оторвался и к этим не пристал. И он стоял в вагоне, когда в теплушках везли. И он к ним не подходил. Но и к беднякам уже не подходил. Он знал, откуда он выбился из нужды. И теперь в новую нужду его кидают. Все отняли где-то. Но злая наша. Я не эта голытьба. Понятно, это все тихо-корная хворьба. Так легко считается. У меня в книгах помещено это. Вот выбиться из этой голытьбы. А наш отец всегда говорил, сынок, тебя зовут, когда что делают? Ты так сделаешь, что тебя еще раз позвали. Не так, что я сделал плохо, а позовут доделать. Но именно видят, как я в деревне был главный тащильщик. Как овечек с яичком у меня в вся деревне идет. И я не новый напильник. А напильник, если он новый, то не один раз можно. И мне один напильник купите. И у меня напильники были, как на складе. Я раз пришел, дал, ни одного не продал. Я его наточил, дал, а бабушка там, бывает, и яичек привезет. Ну положила. А то просто так, спаси тебя Христос. Поэтому такое все было успешное. Вот во всем, во всем. Вот бутылки какие-то валяются. Ну вот бутылки валяются. Ну что? Зачем она под ногами валяется? Там у вас где хрены на хреновом этом огороде валяются. А зачем? Однажды я иду, вот этот рядом пруд. Это моя идея. Была его там деревья пилить ночами. Батюшка, я же спать. А гости приедут, я их зову. И мы с дурышей пилой пилили, убрали. А потом наняли два бульдозера. И в этом Павел участвовал, кажется, сто рублей дал. И сто рублей уже назначили что-то. И вот фрукт получился такой. И вот где что вокруг. Колодец надо выкопать. Я даже иду, лежит доска толстая. Ну идут все видят доску. Ну почему никто не спросит? Зачем доска ее тут не было? Она мокрая, доска лежит. И видно, чтобы вода была лежать на суше. Понятно? В чем разница? Что мне не все равно. Я спрашиваю, а что это за доска? А вот рядом живет Глушков, а у него ребятишек семеро. И старшая из дочерей, Катерина. Да это Катька брала на доске плавать. На доске плавать. Это серфин какой-то. Ей не уплыть на ней. Но никому и дело нет. Я тогда пришел, думаю, Катька хочет плавать. А плавать ей не начнет. А я только выписал доски. Заплатил все. Там с лесокомбината, где длинные вот такие вот доски. Я выделил тогда, ну два с половиной метра, кажется, длины. Или два метра, сейчас не знаю. И взял доски. Она пилил. И сбил их. Получился маленький плотик. Ну еще на нем. Никуда не уплывешь. Теперь я беру мешки. И в каждый мешок бутылки. Вот эти вот. Завернутые. И всего получилось, мне кажется, что там... Сколько мешков ты не помнишь? Не было. Ну восемь мешков примерно. Сто сорок четыре бутылки. Это точно. Сто сорок четыре. И сверху опять такой же каркас сделал из досок. Связал. И туда привезли. Дальше бомбортик сделал, чтобы не упасть, держаться. На той стороне сделал скамейку, прищал. Это все. И Катю вызвал. Катя. Вот тебе плотик. Катайся. И другим. Чтобы никто не прыгал, не утонул нигде. И вожусь с детьми. А тут прям рыба водилась рядом. Ну и вот Володя Кустина. Моей сестре Валентине женатой. И она говорит, ну посмотрю, что делает-то. Она на меня говорит, ну вот здесь эти ребятишки такие доски изнахратил. То есть испортил. Ребятишки плавают. Зачем ему надо это? Да я тоже вижу, зачем ему надо. Батюшка рыбачит. Я сейчас не знаю, стих слов я говорю. Она говорит, а ты бы стал делать это? Да никогда. Она говорит, вот в этом разница. Он стал делать? А что, кто мне заплатит? Да нет, она потом враждовать против меня будет, может быть. А меня это не касается. Она отвечает за это, а я отвечаю за то, что здесь. А потом мы этот плотик-то перенесли туда. И теперь три мужика сидят на нем. И велосипед грузим. И переплавляем на тот берег, и фотография осталась. Ты бы стала это делать? Да никогда. Короче, зачем? Я не спрашивал, зачем. Мне нравится. Почему дети едут в лагерь? Тут у нас большое разнообразие игр было. Разные игры. Бетонные, забетанированные, где площадки для городков. Играл в городки? Да. Фигуры все знаешь? Почти. А, почти, значит, знаешь. Ну, первая какая? Колодец. Колодец. Дальше? Пушка вроде как. А, вроде, да. Третья. А зачем сейчас мучать-то начал? Что-то помогает. А ты бы сказал, пулеметное гнездо. Ах, да. Четвертое. Ну, там по порядку называли. Звезда. Пятая. Самолет. Ну, дальше говори. Поленница. Поленница. Шестое. Письмо. А, вот дальше. Самолет ты еще не взял. Внимание. Например, Кремль. И последнее письмо. Вот она, такая площадка. Такая. И по краям вот так, боком кладутся. И посередке еще одна. Она так ударит, чтобы среднее вылетело, а те не тронутые было. Письмо распечатать. Если там выбил хоть одну, тогда ты ближе. А письмо все с одной позиции, далека. Интересно было. Это мы из камня сделали. Потом бетон. Потратил семент. Залили. А теперь они летят, да там, в крапиву. Теперь я ползу, крапиву вырываю, чтобы она удаляется в навозную кушатую. На ней. А остальные сидят у нас в разе 75 метров. Считалось на таком уровне ходить, уметь ходить где-то. Сидят зрители. Так было? Да. А рядом башня еще вавилонская. Там зрители. Так? Да. Это все своими руками, с помощью братьев. И ничего не потратить. Гвозди где-то старые все время выдирают. Понимаешь? Нельзя. Я вот с работы ему, у меня карман гвоздей сработал, а я полностью лаю. Но ни одного гвоздя нельзя-то. Когда отдыхается, я из старых носа хожу, выдираю. Все смеются надо мной, а я выпрямлю их. А если прямой, а даже шел дорогой-то, в кармане нащупал прямой гвоздь. Я работаю-то с гвоздями, я его забросил с Урока и уже прошел дальше. Потому что, чтобы у меня не было воровства, я виноват. Государство потерпело уродно один гвоздь. Но он ко мне не пристал. Ты посмотри, вот у меня фуражка какая. В прошлый раз я его в бане постирал. И она опять на мне сидит. Посмотри на все, что есть. Все к месту. Надежда Васильевна как-то рубашку я подал. Я ей постирать. А ты знаешь, сколько это рубашки? Я 32 года. Рубашку 32. Я стирать не даю. Я сам, потому что машинка льду. Экономно. А что вы только примеры. Я тебе буду говорить, ты не понимаешь, а пока в этой обстановке можно жить экономно. Я ни разу не ходил, чтобы дать мне денег. Ни разу, никогда, нигде взаимы не прожил. А денег нету? Правда, денег нету. Что? Я сразу книжки положил в городе Алиль. И на вокзал. Поезд подходит. Я вижу, выходит женщина с чемоданами. Я подхожу, давайте. Она думает, я рвану сейчас с чемоданами. Я говорю, нет, я верующий, я не возьму. И она идет. Я в такси посадил, и она мне еще больше даст. У меня деньги уже есть. Разгружать кому-то надо что-то. Лежу, снег лежит на крыше, а уже течет. Я достучусь. Вам нужно снег спешить скидать? Я студент. Давай. Лежат бревна какие-то. Распилить надо, надо. Расколоть надо, надо. У меня уже деньги. Взаймы никогда не брал. За всю жизнь взаймы не беру. Не беру. Почему надо отдавать? Сейчас спать охота, да? С трудом вообще. Сейчас посиди маленько, подреми. После обеда 7 минут работать нельзя. Где-то на стульчик сядь, откинься. Но не привыкай. После обеда не надо давать покоя себе. Хотя бы полчаса будет, как говорят, перекур. И тогда да. А так ты оплывешь жиром, тетехой будешь. Бабехой. Вот так. На кого-то похоже. Научитесь жить экономой. Не требовать лишнего. Нигде ничего. Вот люди приходят, пьют, там где-то деньги платят. За что-то? За напиток? Никогда. Никогда. Я уезжаю в город, а сейчас я точно не помню один или два гуся. Вот так гуси водились хорошо. Все. Мамы их все отели били. В печке обжарили. И я приезжаю. В Барнауле они. Никто меня не заставляет. Я на квартире. Нашел квартиру. Шесть рублей за квартиру. Дешево. Но там не воруют. Я его разрубаю на спичечные коротки. Вот такие вот. Когда не после день, я спорю. После нет. Понятно? И мне хватало на зиму. А ехать сюда? Ну, виноват. Ездил на крыше. Постирать надо. Нету. Маме без звук. Стирать домой. Я залезу на крыше. И на крыше еду. Холод там что. Неважно. У меня ничего нету. Нету. А я учусь. Так плохо. Ну, хорошо или плохо. Я в талант не выдел. Там вообще все забито. Ну, там тепло. А тут холодно. Я даже свободно на вагон. Заткнулся или еще не улетел. На чем номер висит. Засыпился за него. Ну, сила-то еще была. Небось. 18 лет. Я вас призываю к экономии. Старый столик где-то. Штул. Подремонтируй. Он еще послужит тебе. Валяется и гляжусь. Вчера тетрадка. Вся, вся исписана, что попало нарисовано. Мы этого не делали. Мы в каждой клочке бумаги. А при сегодняшний день так же. Старую книжку. Я рву ее. А там листик последний. Я его отдельно чистить. Отдельно корочки отстригу. А потом на них пишу. Саря Николаев 2. Я того карандаша не бросал, а Алешке отдавал. Будущему сосаревичу. Вот так. С кем она идет? Алесей. Только, знаете, что за женщина? Не знаю. А утром машина какая-то ехала. Не знаю. Никто не знает. Утром ехала машина. Ну, может кто-то привяжет. Вам помять урок. Свет. Валяется. 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 Ничего не выбрасывает. Перчатки вот. Гляжу. Валяется. За вами, где проши, так перчатки валяются. Перчатки палочкой возьми. Просуй туда. И зашей. Тряпочек хватает. Посади их, чтобы все пришили. Все перчатки должны быть зашиты. Ну, в разбежку глаза. Всех защинить. Ты посмотри, у меня какие перчатки в городе. Я все защиняю. Сейчас у меня просто времени нет. Умеешь, с прудами возимся, да. И так. Я вот где два и два. Сегодня ночью один бомбил меня какой-то. Маленько пойдет, опять звонит. Опять звонит. Ну, что сделаешь-то? На молитву стал, помолился. Он перестал звонить. Господь ему бедно пкнул к темночку. Он, а что я делаю? И лег спать. Я не могу отбиться. Непрерывно звонит. Ну, полминуты нет, опять звонит. Что вы? Алло, не слышите? Зачем ему отвечать? Он привяжется и... Хорошо, понятно? Да? Другим можешь это передать? Кому? Другим передать, что я говорил, жить экономно. Ты можешь это получить дома? И нахуй, чтобы Ваня жили экономно? Да. Не можешь, потому что живешь неэкономно. Не ценишь. На пробках топчешься. Сегодня уже поймал. Или не так? Так. Так. Меняй статус свой. Ты должна жить экономно. А не так, памперсы. До свидания. Никто не знал этих памперсов. Пеленки были. А пеленки стираются, а памперсы нет. Очень здорово. Прилепили ему такую шишку. И ходят с ней, как кульдюк бараний. За собой носит. Моща-то никуда не делась. Она с ним и ходит. Он с собой таскает этот парашек. Хорошо это, а очень плохо. Отвратительно плохо. Вон в ворючий кусок ребенок превращается. Каждую минуту и памперсов не хватит. Она наш не потратила мать на 12 ребятишек. Ни одного памперса. Их не было. Никто не знал. Это слово даже не знали. Понятно все, говорю? Богу слава. Я благодарю за бедность, что мои родители были бедные. И меня Бог даже их провел. Но находясь в бедности всегда были богатыми. А даже на работе оказалось, у меня 32 должника было на работе. 32 я всем записывал. Стрелка туда или обратно. Один подходит, а у меня тот говорит, у меня денег нет. Я говорю Ваня, вон кладовщик перевелись, спроси. Да я ходил, она сказала нету. Она идет. Я говорю, Люба, зайди сюда. Она зашла, а он стоит. Ваня, смотри внимательно. И, Люба, деньги есть? А сколько вам надо? Я больше ничего не надо. Я скажу тебе. 300 рублей дашь? Ну 300 у меня нету, но я у других сейчас прошу. Больше ничего не надо. Благодарю, Ваня. У меня деньги есть. Почему ты тебе сказала нет? Почему? Она рада, если бы я в ней взял. А почему? В ней муж ехал в Новосибирск, машина сломалась. А он привозил наших-то. И машину не извинишь с места. Он сумел ее оставить. Куда? Побежал к нашим. Нашел, где была память такая хорошая. И они его совершенно не знают, Ваня. И они ему дали деньги, чтобы отремонтировать машину, приехать. Так он не знает, как помочь. А это зашел мне. Почему? Он любит выпить и ничего. Кто даст? Он мне назад дал, пропал. Вот я показал практически. Вот идет начальник, я сейчас могу спросить тысячу, и он не найдет. Он меня не брал, он просто имеет ко мне полное, абсолютное доверие. Вот так надо жить. А то, что где-то кто-то говорит, там в интернете на тебя вякает, это награда Господня-то. А у него ничего нет, у него ни имени нет, аватар, ник, все придумали тогда-то. У меня ни одной бумажки не вышло за мою жизнь без подписи. Ни одной. А кто научился от этого? Патриарх Тихон. Его даже Дзержинский за это уважал. Самое грозное воззвание с подписью Патриарха. Его арестуют за это. Но гоняться было не надо. Сейчас мне за это подметное письмо сказалось где-то. Мы все стоим. Ты уже упал. Боже, слава тебе, ты дивный, милый. За все, что было в моей жизни. Благодарю тебя, Господи. Во многом я был не брат. Прости меня, Гриша. И я поступал не по совести. Прости, Владыка, очисти, омой в крови твоей причистой. И приготовь к исходу из этой жизни. Прости мои грехи, многие, малые и тяжкие. Только ты знаешь и оценишь все. Надеюсь на твою жертву, на милость. Хвала тебе, Отец Игорь Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Вот мы прошли молитву.